СНОРТ ПУЛ СПОТ На выборах, прошедших Греции, во время которых также решалась судьба Евро, победу одержала партия консерваторов «Новая демократия», поддерживающая соглашение о финансовой помощи между Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Она набрала 30,04% голосов. Второе место с 26% голосов заняла партия «Левых радикалов». Такие результаты выборов уменьшили озабоченность участников рынка о том, что Греции придется покинуть еврозону. Выборы греческого парламента считаются очень важными для всей Европы, поскольку партия «Новая демократия» поддерживает соглашение о финансовой поддержке и выступает за сохранение евро. В первую четверть этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года внесение наличных денег на банковский счет посредства, принимающих наличность банкоматов, выросло вдвое и увеличилось до миллиарда литов. По словам экономистов, главная причина такого статистического прыжка – расширение сети банкоматов с функцией приема наличных в регионах и рост популярности этой услуги. За первую четверть 2012 года число таких банкоматов увеличилось практически в полтора раза. Почти половина, 47% опрошенных жителей больших городов нашей страны утверждает, что тратит все, что зарабатывает. 12,4% говорит, что их расход превышает доход. Это показал опрос жителей крупных городов Литвы, проведенный Prime Consulting. 38,2% утверждает, что им удается немного отложить из своего заработка. 1,4% говорит, что может отложить достаточно много. На выходных мужская сборная Литвы по баскетболу, готовящаяся к олимпийскому отборочному туру, провела два дружественных матча со сборными Македонии и Греции. К сожалению, соревнования не были успешными для литовской команды. Вначале наши спортсмены со счетом 74-78 уступили македонцам, а в воскресенье со счетом 70-82 проиграли грекам. После последней игры старший тренер нашей сборной Кистутиским Зура решил, что команду покинут Тадос Клемавичус и Миндогас Кузминскас. На выходных на чемпионате по футболу, проходящем в Польше и Украине, определились участники первых двух игр четвертьфинала. Греция в субботу сенсационно обыграла Россию, чехи и поляков. В воскресенье немцы легко обошли датчан, а португальцы – голландцев. 21 июня состоится встреча чешской и португальской команд. 22-го Германия сыграет с Грецией. А сегодня за два места в четвертьфинале будут бороться команды группы С, Испания и Хорватия, а также Италия и Ирландия. По данным синоптиков, на этой неделе будет по-летнему тепло, однако во второй половине ожидаются дожди. Сегодня ночью температура поднимется до 11-16 градусов тепла, а завтра – до 22-27. Субтитры создавал DimaTorzok